Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на Тупичке. В отсутствии Дмитрия Юрьевича сегодня я принимаю гостей. Это Михаил Васильевич Попов. Михаил Васильевич, рад вас видеть. И Марат Удовищенко. Михаил Васильевич – доктор философских наук, частый гость нашей студии. А Марат у нас впервые. Марат – редактор книги из серии «Свободное время. Основное в ленинизме. Том 1. Ленинизм и либерализм». Что за книжечка? Расскажите. Книжечка связана с тем интересом, который есть у сегодняшнего читателя к Ленину и к ленинизму, потому что поначалу очень многие верили, что сейчас что-то будет новое, совсем интересная идея и так далее. А потом, оказывается, нас привели к самому затхлому старому. Самый плохой, находящийся в углу цивилизации, капитализм. Поэтому взоры начинают снова обращаться в этом направлении. Мы это чувствуем с Маратом Сергеевичем, потому что мы затеяли обсуждение 45 томов Ленина. И целый год обсуждали. Раз в неделю мы обсуждали. Том по тому. По некоторым томам пришлось нам 2 или 3 раза обсуждать. Сразу не получалось, потому что есть серьезная работа. Но вот на сегодняшний день это обсуждение завершено. На канале, который ведет Марат Сергеевич Удовиченко и называется Академия смыслов Лоббио. Можно эти все материалы обсуждения посмотреть. Одновременно идет распечатка в электронной форме. Вот 12 уже обсуждений вывешено в интернете. 13 вот я сейчас редактирую. И тоже завтра, я думаю, будет вывешено. Ну, кроме того, мы поскольку начали главный в ленинизме и дошли до ученика Ленина, товарища Сталина. И как бы не остановившись, начали обсуждать произведения Сталина также. И дошли до 14 тома. 14 том очень объемный и содержательный. Мы уже 2 раза обсуждали. Еще не закончили. Думаю, что завтра мы закончим обсуждение 14-го, перейдем к 15-му, там, где вопрос о войне и так далее. Ну, вот заголовок этой книги, видимо, серии, основное в ленинизме. Вот как вы отбираете основное от второстепенного? Отличаете основное от второстепенного? Я думаю, надо попросить главного редактора на этого вопроса. Да, здесь сказано, я обратил внимание, здесь сказано Марату Домиченко составление. Он со мной советуется, но делает по-твоему. Я для зрителей сообщу, что в первый том входит несколько произведений Владимира Ильича Ленина 1893-1894 года. То есть, это еще молодой Ленин прямо перед созданием союза борьбы за освобождение рабочего класса. В книге 4 произведения Владимира Ильича «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» по поводу так называемого вопроса о рынках. Знаменитая работа «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов» и экономическое содержание народничества и критика его в книге «Струве». По поводу книги «Струве» критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. То есть, это молодой Ленин. Да, Егор Александрович, ну я, прежде чем, так сказать, вот будет отвечать Марат Адовиченко, я бы философски на ваш вопрос ответил. Вот у меня есть такой сборник, который я подготовил и издал давно уже, который называется «Главное в ленинизме». Ну а главное, то есть, надо взять такое, самое яркое, самое яркое, самое бьющее, и это одна книжечка, и она несколько изданий выдержала и сыграла свою, так сказать, роль. И до сих пор она пользуется популярностью и прочим. Когда мы говорим об основном, то надо взять две категории философских основанных – основания и основанные. Понятно, что не всё входит в основания, а в ленинизм входит и основания, и основанные. Так, значит, если вы поймёте, что такое основное, и возьмёте основное, то, на чём держатся другие статьи, работы, ну, скажем, на книге в третьем томе, в которой называется «Развитие капитализма в России», вообще весь взгляд на Россию, на российскую революцию основывается, поэтому, значит, эта работа вообще целиком войдёт. То есть, попытка делается такая очень хорошая, творческая, выделить основное, чтобы люди отчасти читали, отчасти сами додумывались до того, а что на этом основывается. Это очень важно, чтобы это не было такое вот заучивание и повторение. По принципу я прочитал и повторяю бездумно. У меня всё просто получилось. Мы довольно давно знакомы с Михаилом Васильевичем и начинали с того, что затеяли беседы по диалектике. И записывая эти беседы, Михаил Васильевич очень в каждой беседе повторял, что Ленин надо читать, а не почитать. Ну, и доповторялся до того, что я ему пообещал… Ну, ещё и сделаем запись, там, смонтируем тайм-коды и прочее. Проверенный эксперимент проведён, сюда доставлен. Жив-здоров. И начал читать. После первого тома у меня… Сейчас мы посмотрим на перемены в сознании человека. Да, у меня возник вопрос в виде большого гаечного ключа, который до сих пор лупит этот гаечный ключ меня по голове. Как могло такое случиться, что если люди, допустим, читали хотя бы первый том Ленина, потом наваляли таких ошибок в управлении страной? Я имею в виду Хрущёва и дальше компанию. Но тут вопрос, читал ли Никита Сергеевич Хрущёв первый том Ленина. Никаких следов не читал и ничего не писал. Поэтому я тоже пришёл к такому же выводу. А основное выделял я по следующим критериям. Очень простым. Первое. Что нужно для того, чтобы вполне понять содержимое каждого тома и ленинскую мысль? Второе. Что нужно оставить для того, чтобы сохранить вывод? Потому что в каком-то томе он начинает обдумывать какую-то мысль в виде какого-то наброска, схемки, статьи, речи или ещё что-то такое небольшое. В другом томе это уже может быть какая-нибудь брошюра большая или потом через несколько томов большая работа. И вот нужно всю эту цепочку сохранить, чтобы сохранить эту логику, было видно, как она развертывается. Это второй принцип, которым я руководствовался. Ну и третий, поскольку мы каждый том обсуждали с Михаилом Васильевичем, у меня не было вопросов по поводу того, чтобы упустить что-то важное. И, ну, как бы я Михаил Васильевич это всё тестировал, он отвечал, и я получал хорошую обратную связь. И поэтому здесь в каждом томе мы сохраняем именно основное. То есть, для глубокого изучения ленинизма этого достаточно вполне. Мало того, может быть, даже с запасом. Но главный плюс не в этом, а главный плюс в том, что я теперь, так же, как Михаил Васильевич, заразился повторением фразы, что нужно читать именно последовательно. Получается диалектический подход к изучению. Во-первых, он простой. И ты, ну, вот как у казаков было принято, жеребёнок и казак маленький растут вместе. И здесь точно так же ты растёшь вместе с Лениным. Ему тут 22, 23, 24 года, когда он это всё писал. Поэтому практически любой взрослый человек может начать изучение с этого. Язык чрезвычайно простой. Объясняется всё тоже очень просто. И вот так вот растёшь и совершаешь вместе с Лениным и какие-то неточности и ошибки тоже. Но потом он выправляет их. И ты выправляешь их тоже. Получается, благодаря Ленину ты растёшь именно в строгом научном направлении. Я бы добавил чуть-чуть. По этому поводу, что тут нужен был не обществовед вроде меня. А я тоже не первичный обществовед. Я вообще по образованию математик. Кончил математик-механический факультет университета. И выезды. И я начал заниматься изучением Ленина, потому что мне, так сказать, полемизировалось с партийным руководством. Мне всё время указывали, что вы что-то не то делаете, не так, и я решил разобраться. А как? Вот. Ну, большинство, конечно, наших товарищей не занимаются изучением общественных наук. Ну, народ наш. Народ занимается чем-то другим. Поэтому в этом смысле Марат Сергеевич человек из народа. Он, так сказать, представитель совершенно негуманитарной специальности, в отличие от нас с вами. Ну, я тоже инженер. Ну, что же. Как и вы. Я не инженер. Математик. Да это было. Я, как говорится, студентом я был давно, уже не математик. Второе, что для меня очень важно. Вот, когда мы начали это издавать. Ведь не сразу же пришла мысль издавать именно книгу. Потому что сейчас мало кто именно читает. Но я понял, что даже когда монтируешь всё это, а ведь как получалось. Я прочту, составлю план, обсудим с Михаилом Васильевичем, запишем это всё дело. Потом опять всё это монтирую. Потом, когда это выкладывается на YouTube, делаю тайм-коды. То есть, пять или шесть раз ты это всё прослушиваешь. В том или ином виде. На слух очень мало остаётся в голове. К сожалению. Нужно обязательно делать какой-то конспект. Лучше всего на самой книжке. Потому что это экономит и время. И потом, когда открываешь книжку, опять видишь свои пометки. Это здорово. Поэтому, кстати, место для записи есть в книжке. И бумага подобранная такая, чтобы удобно было простым карандашом делать пометки. Так вот, получается очень интересная вещь. Вот так вот, читая, автоматически запоминаешь. То есть, не делаешь никаких усилий, ничего не нужно зубрить. Всё само укладывается в голову. И где-то, по-моему, на восьмом, что ли, томе или на девятом, я не помню, пришла мысль, собственно говоря, что нужно издать это как книгу. Потом, когда через какое-то время прочёл «Великий почин», я не сразу понял, когда читал, почему это именно «Великий» и «Великий почин». Он так назвал этот материал свой. А сейчас понимаю, почему. Потому что, использовав те же принципы, что закладывал Ленин, Сталин при своей революционной деятельности, под тем же самым принципом мы создали группу, самоорганизовались в неё. В ней сейчас около 15 активных человек, которые от Новой Зеландии до Америки находятся. Общаемся по интернету. И, собственно говоря, мы вместе её и сдаём. То есть, моя функция здесь – собрать материал. А они вычитывают, потому что в тех материалах, что есть в интернете, ну, частый вопрос, а зачем, если есть уже в интернете? То есть, бесплатный труд используете? Да, да, бесплатный труд, свободный труд. Кстати, поэтому и назвали «Свободное время». Люди живут практически уже в каком-то коммунистическом движении. То есть, это для нас наш великий почин, вот эта книга. И это нравится всем. Я заметил, где-то на пятой-шестой встрече, по субботам у нас Zoom проходит, многие стали говорить, что живут от субботы до субботы. И вот это самое главное. У людей появляются новые идеи, начинают открывать свои каналы. Появились ещё идеи по поводу того, что сделать бота по имени Ленин. И мы его тоже довольно скоро анонсируем, чтобы с ним можно было поговорить. Бота по имени Ленин. Ну, такое рабочее название, хотя не очень верное, наверное. Вот сейчас он наполняется цитатами и знаниями. Довольно прикольно уже можно с ним поговорить. Мобильное приложение будет. То есть, разные форматы будут у этой книги. То есть, мы их пытаемся охватить с разных сторон. Далее. Есть группа Вектора, достаточно известная. У них есть свои кружки. Молодые ребята. Молодые ребята. Илья Ярский, он ко мне приходил. Да, они взялись за озвучивание вот этого. То есть, я им отправил уже корректированный материал. И они сейчас делают аудиоверсию этой книжки. Как только сделают, тоже сразу проанонсируем. То есть, со всех сторон, как бы обложили всех, кто хочет изучать ленинизм, им будет тяжело уже как-то оправдаться, что они его не изучают. Ну, а кто-то останется, кто продолжает строить капитализм. Еще в обществе. Да, пожалуйста. Да, уже мало. Пожалуйста. Ну, как бы социализм растет из капитализма. О родителях плохо не говорят. Поэтому зачем? Ну, как не говорят. Владимир Ильич говорил. И очень резко. Ну, каждому свое. Я пока не вижу сложности с пропагандой ленинизма. Ну, вот если будут какие-то проблемы, пока что я их не вижу. Хорошо. Ну, у меня вопросы по поводу тех работ, которые включены в первый том. Вот в чем, с вашей точки зрения, их ценности? Чему учат именно они? Вот эти ранние работы Ленина 1993-1994 годов. Они позволяют, во-первых, показать человеку уровень Ленина. Потому что, ну, я, например, начал как-то думать о том, чего я добился, чего я достиг только лет после 30. До 30 лет мне это в башку, в принципе, не приходило. А здесь человеку 23-24 года, и он написал такую работу. Не одну, а несколько штук. То есть, человек может посмотреть на другого человека, на своего ровесника практически, и задать ей вопрос. А что же я из себя сейчас представляю? То есть, как бы такое сравнение с образцом. И это, на мой взгляд, первое, что должно цеплять молодого человека сейчас для того, чтобы это читать. Второе. Здесь уже видно, что он начинает исследовать зачатки капитализма в России по одной из работ, которые там есть. Уже видно, что он смотрит статистику, смотрит отчеты. Очень нравится, как он ругает тогдашнюю статистику, так же, как мы нынешнюю ругаем. То есть, как бы ничего не поменялось. Нет, лучше была статистика. Ну, вот видите, даже лучше была. Она и подчинялась так, как сейчас Министерство экономического развития, стат. управления подчиняется. Да. Пусть попробует мне эту статистику показать. В другой работе он показывает, кто друзья народа, а кто уроки народа, и как их, в общем-то, различать. Поэтому, я думаю, как раз-таки, начиная читать эти работы, начинаешь погружаться в эту тему. Ну, вот вам скажут, что тут же основная полемика, да, это полемика социал-демократов и народников. Народники, напомню, зрителям видели, стремились видеть революционную силу в крестьянстве. А Ленин выступил противником этого тезиса и видел революционную силу именно в пролетариате. И более того, доказывал, что в России пролетариат существует и постепенно созревает для революционных действий. А народники оспаривали эту позицию. Считаешь, что никакого пролетариата в России еще, ну, такого оформившегося способного к чему-то революционному нет. И вот вам скажут, ну, это было давно, больше ста лет назад, да, там, 130 лет назад, какое отношение все это, какие-то народники, там, крестьяне, кто, где сейчас крестьяне. Мы же сейчас идем назад, сейчас мы все ближе-ближе к тому времени, Игорь Николаевич. Сейчас придет это время. Михаил Васильевич, ну, я же должен вам какой-то вызов бросать, чтобы было интересно. Вот как вы ответите на вопрос скептиков, которые вам скажут, что это было 130 лет назад, это все не имеет никакого... Хотя, вот, есть же знаменитая фраза... А пусть отвечает редактор, а я со своей стороны тоже отвечу. Есть знаменитая фраза Пескова, не того Пескова, который про секретарь Путина, другого Пескова, но тем не менее яркая, о том, что мы стремимся, так сказать, походить на Россию Николая Второго, может быть, в каком-то смысле, как бы, это и ответ. Но, как бы вы ответили? Ну, я бы ответил то, что сейчас, в общем-то, я не вижу никакой принципиальной разницы между тем, что было тогда и тем, что сейчас. Такая же каша у людей в головах. Главная проблема народников в том, что они не додумывают мысли до конца. Если бы они их додумывали, ну, владели бы диалектическим методом, то тогда бы они увидели свою ошибку. А основная проблема в том, что она у них обрывается в какой-то момент. И вот именно из-за этого обрыва они потом начинают фантазировать и делают неверные выводы. Ленин это хорошо показывает. Это, во-первых. То есть, видно его очень четкая, ну, вот мне нравится такая стальная логика, хотя слово не очень удачное для логики, подходящее. Это первое. Второй момент. Ведь сейчас, помимо того, что каша в головах, многие, например, считают, что программисты – это современный пролетариат. И если применить анализ марксистский, получается, что они как раз-таки больше похожи на крестьян мелких, у которых одна-две коровки, один-два компьютера, и которые арендуют на делу помещик, арендуют сервер. И они вот так вот каждый пытаются выжить сами по себе. То есть, к пролетариям они-то отношения никакого не имеют, программисты. И начинаешь задавать вопрос, а почему Ленин так уцепился не сразу, но постепенно за именно фабрично-заводских, почему он к ним пришел. И получается, что, во-первых, у них есть быт определенный. Во-вторых, эти люди фабрично-заводские, они не просто понимают, что нужно вместе работать коллективно, а они понимают, что без коллективной работы просто не будет никакого результата. И они понимают, с одной стороны, важность хорошего специалиста, каждого на своем месте, а с другой стороны, и важность совместного скоординированного труда. Крестьяне, народники это никогда не понимали, но при этом, не понимая это по сути, пытались откуда-то взять сверху придуманную модель общины и сразу ее надеть на весь глобус. И сказать, вот такой будет коммунизм. Но получается, они совершали тройную ошибку. И по этой причине, благодаря вот этим работам, уже начинаешь видеть эти ошибки. Я почему-то тогда и сказал, что у меня начала мысль бить гаечным ключом по голове. Именно по этой причине, потому что здесь очень все хорошо разобрано и показано. Я бы зашел еще совсем с другой стороны. Вот люди, очень многие молодые сейчас, с которыми мы общаемся, многие хотели бы освоить передовую общественную науку. Уже многие знают, что в ней в марксизме есть три источника и три составных части. Это марксистская политэкономия, это классическая немецкая философия, диалектика. И это научный социализм. При этом, опять же, всем хорошо известно. Не думаю, что мы кому-то откроем сейчас открытие. Сделаем, что кто что представляет. Так вот, если взять этих трех человек, Маркса, Энгельса и Ленина, то, конечно, Маркс, прежде всего, политэконом, при том, что он, разумеется, и в научном социализме разбирался, и, конечно, и философию он взял в основу. Энгельс, который очень ярко представлял научный социализм, безусловно, и в то же время он и политэконом был, он доделал два тома капитала Маркса. И он, конечно, историк, безусловно, взять его происхождение семьи, частной собственности государства. Ну, а кто вот из этой троицы воплотил в себе, так сказать, вот весь этот марксизм, про который можно было бы сказать, что он представляет собой воплощение единства вот этого самого философии, политэкономии, диалектического и исторического материализма? Это Ленин. А если это Ленин, то как к нему подступиться? Ясное дело, вот я так понимаю, еще и ваш вопрос. Ну, как вот вы собираетесь подобраться к тому, потому что как это все можно проглотить, или как это можно освоить? Нет такого учебника и не может быть. То есть подход должен быть тут не только такой методологический, но и, прежде всего, исторический. Вот давайте проследим за историей становления Ленина. И если вы хотите получить такое же образование и такой же результат, в смысле освоения трех моментов, потому что даже это не части. Слово части тоже как-то разрезает. Вот Энгель говорил, части лишь у трупа. Так очень резко говорил. Поэтому и Гегель говорил, что только в анатомическом театре вы можете видеть части. А здесь моменты. Одно от другого, так сказать, зависит и переплетается. Вот такого рода произведений фундаментальных, которых, ну, представьте себе, сто лет, так сказать, описано исторического развития страны и мира. Причем и мира, когда вы возьмете там работу Ленина, империализм, как высшая стадия капитализма и другие работы. Что поэтому хотели бы взяться, но как к этому подступиться? Так вот есть такой ход, начните с простого. Начните с простого и поднимайтесь вместе с Лениным. Вот в этом смысл, я так понимаю, этого издания. Поскольку можно, конечно, просто подниматься вместе с Лениным, взять 55 томов и вот эти первые 45 читать. Ну, многие останавливаются перед этой громадой. Поэтому задачу, может быть, можно облегчить. Я думаю, что многие, конечно, будут не только основное читать, потом будут читать и Ленина. Тем более, что некоторые произведения гениальных людей заслуживают того, чтобы их не только раз проситали, два и использовали, и применяли. Потому что кому сейчас можно доверять? Вы сами понимаете, что каким-то официальным, так как нынешним источникам доверять невозможно. Брошены люди сами себе. И поэтому они в этой брошенности нуждаются в том, чтобы иметь твердую такую опору. И опору теоретическую, методологическую, историческую. Вот поэтому не случайно мы здесь у известного историка оказались, товарища, который, значит, привлечая Егора Николаевича, который как раз сейчас олицетворяет ту историю, которая не представляет собой какую-то проститутку, каких я наблюдал историков очень много. Вот в конце, когда распадался уже Советский Союз, даже трудно было найти человека, который бы дал рецензию хорошую на хорошее произведение, потому что они все примирялись к тому, что говорят, власть имущий. Ну, а сейчас появились такие историки, как Егор Николаевич, который доверяет истине прежде всего, и если они с чем-то и спорят, то они спорят с фактами в руках, а они пытаются прислониться к какой-то точке зрения, которую кто-то сказал от начальства. Никакого такого пиетета тут нет. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Так это просто правда, Егор Николаевич. Так он и есть, вы в этом себя сами чувствуете. И это чувствуют и другие люди, которые ищут просто таких людей, такую опору и пример для себя. Это же пример, конечно. Ну, и слог у вас хороший. И я думаю, что именно вот такой подход здесь применен, потому что это вот некоторые ступеньки, по которым должны люди подняться, начать взлетать, а потом они уже полетят сами, не будут нас спрашивать, что им читать, как читать, у кого, как спорить и так далее. Члены группы взлетают. Вот это нравится. А скажите мне, пожалуйста, вот я смотрю здесь, я так понимаю, комментариев редакции нету. Какие комментарии? Ну, вы не делаете каких-то комментариев. Мы сами? Нет. Нет, нет, нет. Тут только линейство. Пусть сами комментируют люди. Единственное, что мы добавили, это тех, кто вычитал и откорректировал, просмотрел все тексты после каждой работы. Там вот три человека. Вычитал тот-то, проверил тот-то, сверстал тот-то. И в конце список всех, кто участвовал в подготовке этого тома на последней странице. Тут все интересно, что это какой-то так получился народный проект. Коммунистический проект. Людям интересно. В начале это делают, им это интересно, и они это понимают как свой какой-то долг, в том числе и исторический, что они чувствуют, что они не просто наблюдают, как все разрушается, а вот тут занимаются определенным созиданием. Причем созиданием, я так понимаю, душ человеческих. Потому что без Ленина, без опоры на великую науку, без опоры на знания и без опоры на тех, кто побеждает, а не тех, кто проигрывает. Насколько можно изучать тех, кто проиграл? Ну, вообще, да, это такая логичная постановка вопроса. То есть, вообще, сам факт того, что Ленин победил и Сталин победил, да, говорит о том, что надо как-то присмотреться к... И что интересно, вот посмотришь Сталина, особенно когда в Труханской ссылке, там-сям, а у него настроение наступательное. У него необоронительное настроение. Сейчас, говорит, мы там посидим, потом вернемся и продолжим. Потом опять попадем куда-нибудь в тюрьму. Из-за тюрьмы выйдем и продолжим. И Ленин посидел годик в тюрьме, и три годика посвятил развитию капитализма в России. Хорошо, что будет во втором томе? Развитие капитализма, да? Точное название я не помню. Нет, в третьем томе развитие капитализма. Второй я не помню как. У нас просто у каждого тома индивидуальное название мы подбирали. Я плохо запоминаю, к сожалению, название. Была бы цифра, запомнил бы. То есть, кто будет изучать, тот запомнит. Да, да, да. Ну, это мы укажем. Будет 45 томов, чтобы каждый том соответствовал исходному тому. И легко будет проверить, увидеть, что там осталось. И захотел человек почитать. Более широко и почитает. Да. То есть, это такой экстракт из полного сопротивления. Да, да, да. А экстракт – это же сущность. Ну, да. И специально сохраняем соответствие с 45 томами. Потом мы сдадим таким же Макаром Сталину, потом дальше пойдем. То есть, мы начали делать хорошую, полноценную... Ну, а название группы «Свободное время» это взято уже из дальнейшего развития, к которому тоже в издание придем, потому что были и работы Ельмеева, и Михаила Васильевича. И сейчас тоже уже написана, и сдана в печать еще одна работа, называется «Время для развития». Там как раз-таки про то, что такое свободное время, и как его можно использовать как метрику, в том числе и экономическую. И получается, мы благодаря изданию всего этого комплекта получаем целостный фундамент под это научное издание. И уже нельзя будет сказать, что что-то в нем не проработано. Ну, только чистый коммунизм не проработан еще. А вот все основные моменты, в том числе и социализм, и движение к полному коммунизму, они уже имеют научную основу. Кстати, вот, я прошу прощения, Михаил Васильевич, а вот ваши диалоги, да, на видео, вы собираетесь как-то их издавать? Они на канале лежат, и они переводятся постепенно, поясненно, благодаря коллегам Михаила Васильевича в текст. И в будущем мы потом, я думаю, это собрать тоже в какие-то томики, потому что там очень... Они как конспекты по сути делают. Понятно, да-да-да, надо посмотреть, это очень интересно. Я вот много думал над тем, что можно написать о Ленине сегодня. И вот мне кажется, что есть большая потребность в работах, которые будут еще более четко демонстрировать актуальность Ленина в 2021 году. Иногда такие работы и не нужны, ты просто открываешь, считаешь и понимаешь, что это там про сегодняшний день написано, как, например, империализм, как высшая стадия капитализма. Но, может быть, это людям, которые все-таки интересуются вопросом, а люди, которые просто решили впервые познакомиться с ленинскими сочинениями, это будет не так очевидно. И здесь нужен именно комментатор, который заострит, покажет, в чем актуальность Ленина, почему то, что он писал в 1890-1895 году или в 1916 году, это актуально и сегодня. А я вот хотел бы обратить внимание как раз на то, что всем известно, на то, что всем известно, что Ленин был и диалектиком великим, так сказать, вот есть его конспект на экологии Гегеля, в котором он... А после этого он отдельную работу написал о значении военствующего материализма и сказал, что мы все должны стать сторонниками гегельской диалектики, ее применять везде, повсеместно и так далее. Я хочу привести один пример вот в связи с тем, о чем сейчас пошел, стал говорить Игорь Николаевич. Ну вот про диктатуру пролетариата. Некоторые знают ее такое фронтальное, прямое определение из великого почина, что диктатура пролетариата означает... Это научное, латинское, историко-философское выражение означает то, что именно определенный класс городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых до полного уничтожения классов. Все тут правильно, определение правильное и так далее. Надо запомнить. Ну, запомнить-то запомнили. А почему так вот легко получилось, что вот убрали эту диктатуру пролетариата и стало все разваливаться? Возьмем другое определение, которое Ленин дает в детской болезни ливизны в коммунизме. Оно не звучит как определение, потому что это сущностное понятие. Это понятие связано с борьбой противоположностей. И говорит, диктатуру пролетариата есть упорная борьба. Военная и хозяйственная, насильственная и мирная, кровавая и бескровная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Если я вас собрал и говорю, все, диктатура пролетариата не нужна. То есть, все, вы свободны, не боритесь больше с этими отрицательными тенденциями. И эти отрицательные тенденции, которые имели своих носителей, и очень много. И с ними все время боролась партия, все время боролась государство пролетарское. Они все получили карт-бланш на то, чтобы они все захватывали. Они все и захватили. А разоруженная партия, которые сказали, что все, диктатура претариата отменилась, не надо. И самое главное, что их демобилизовали. Потому, что огромная армия, демобилизованная, конечно, она терпит поражение. И вот тут хорошо именно последовательно изучать. Почему? Потому, что в группу-то мы приглашаем всех, кто хочет, у кого есть возможность. Главное требование, чтобы люди участвовали. Они только записались в группу и там болтались. И они достаточно разных взглядов люди. То есть, среди них есть те, кто очень уважает, любит Троцкого, там еще чего-то. Но по мере чтения Ленина, дальше человек начинает... У некоторых зрителей налились кровью глаза. А кто это? Убить! Расстрелять! Погатые троцкисты. Да, они переделываются. Как-то с троцкистами так это показывает. И что-то такое. Да, они хорошие. Да, почему? Все очень даже хорошо. Они просто начинают видеть... Может, вы и сами троцкисты. Слушайте, скажите, пожалуйста, а вы общаетесь, как-то контактируете, например, с Олегом Викторовичем Двуреченским? Я с ним не только общался, многократно с ним контактировал. Он всегда очень внимательно слушал, давал мне слово. Давал слово троцкистам. Один из них, который со мной обсуждал проблемы, уже умер. Благополучно. А Двуреченский все и не разобрался. Какая же все-таки, какую же позицию занять? Я думаю, что для Двуреченского такой труд был самый полезный. Потому что он так до сих пор и не разобрался, на какую позицию встать. Он как вот стоял в раскоряку, извиняйте меня за урожение. Хотя я его очень, так сказать, уважаю и, так сказать, ничего хорошего от него я не видел. Ну, просто вот так вот застрял. Вот все равно, историк, он должен еще быть, должно быть за прогресс все-таки выступать, а не просто... Он за прогресс выступает. Ну, как бы за прогресс. Вот я смотрю его ролики. Ну, я понимаю, что вот здесь мы столкнулись с вот этой классической историей отсутствия компромисса среди разных направлений клеевого движения. Почему компромисса? Ну, смотрите, вот что такое противоречие? Это единство и борьба в противоположности. Раз есть борьба, есть единство. А раз есть единство, вот вам и компромисс. Я вот недавно смотрел ролик Олега Двуреченского, который называется «Главная цель борьбы за социализм», где он как раз разбирает полемику между Лениным и Мартовым на втором съезде РСДРП по вопросу о том, что является главной целью. И вот он там указывает на достаточно значимое различие, что у Мартова это удовлетворение всех потребностей человека, а у Ленина удовлетворение потребностей людей для их дальнейшего развития. Вообще, это было не у Мартова, это было у Плеханова в проекте программы. У Плеханова была. А Мартов сидел там и молчал. Его роль в разработке программы равна нулю. Причем Ленин прочитал, говорит, что это такое, могут и тресы дать, удовлетворение всех потребностей. Или с другими. А надо обеспечению полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А Плеханов, большой ученый, взял и включил. Так же было и с диктатурой предприятия. Ленин один прекрасный день сказал, зачем нам эта диктатура? Он же тоже не справился. Вот смотрите, да, друзья, это же интереснейшие моменты для обсуждения. Такие нюансы. Это вот все есть в собрании сочинений. Он говорит, зачем нам диктатура? Хватит нам руководящей роли. Плеханов, он же великий ученый, историк, дал это и выкинул. Потом о Ленин. А Ленин дотошный. Он начал начать все это ковырять, разбирать. Приходит на следующее седание комиссии по программе. А здесь же, говорит, была диктатура пролетариата. Маркс в критике годской программы, Энгельс в критике эрфордской программы. Это сугубо подчеркивали. Плеханов говорит, раз, и обратно вставил. И так в рижейской партии появилась первая партия, у которой в программе появилась диктатура пролетариата. Мартов молчал при этом. Что касается Буреченского, он грамотный вообще историк, и он занимается историческими вопросами. Я отношусь к нему с уважением. То, что я сказал, это отражает, так сказать, ну, некоторое мое впечатление. Потому что он ничего... Тем более, он мне никогда ничего плохого не сделал. Наоборот, он давал мне слово и никогда мне, так сказать, рот не закрывал. Но он слушал и других. Странно было бы, если бы я потребовал, чтобы вы другим не давайте слово, только мне давайте. Вот это было бы смешно. Нет, это нормально совершенно. И то, что он хочет дать другим высказаться, и пусть они поспорят, это хорошо. Он давал нам спорить. Мы спорили. В том числе благодаря Буреченскому. Ему большое спасибо. Я могу сказать вполне официально. Я вот с большим интересом слежу за тем, что делает Олег Викторович. Вот я просто к чему это упомянул. К тому, что вот такие моменты как раз, да. Вот обыватель, то, о чем я говорил, обыватель, который просто прочтет об этом, он может вообще не увидеть разницы. Ну, без комментариев. О чем они вообще там спорят, там, Плеханов, Мартин, немцы какие-то там. Вот это все. Дело в том, что люди тут вот не в отрицании пропадают, а они начинают некий созидательный процесс, а он связан с отрицанием, то есть со спором. То есть дискуссия и спор предполагаются. Вы считаете, что это не основа? Ну, покажите, что другое основа, но и в ленинизме. Это, я думаю, что вполне подлежит рассмотрению, обсуждению. Есть один нюанс, с которым я категорически не согласен у Двореченского. Я не слежу за его творчеством. Мне очень нравится фильм «Коммунист». Ему он очень не понравился. Он его считает антикоммунистическим. И у меня сложилось стойкое ощущение, что он считает, что можно построить правильный коммунизм, пригласить туда людей и обучить их жить при правильном коммунизме. Я считаю, что это категорически неверный подход. Почему? Потому что коммунизм общий, и он строится по определению сообща. И вот есть сообщество людей, оно и строит коммунизм. Естественно, с кучей косяков, с кучей ошибок. Но просто нужно научиться ошибки находить, исправлять их и двигаться дальше. Но сообща. Нету здесь такой клиент-серверной модели или купи-продайной, как в уржуазной. То есть, на самом деле, я увидел в его точке зрения маленький корешок буржуазности, которая потом и разворачивается и разваливает все то коммунистическое, что он пытается построить. Потому что это коммунизм Двуреченского, он для Двуреченского. Для других он уже не подходит. В этом, на мой взгляд, его главный минус. И чем опять Ленин хорош? Тем, что он опять же все время не просто говорит о творчестве масс, а он как раз-таки помогает массам творить. Он как присадка к металлу. Двуреченского надо не этим закрыть, а тем, что я думаю, что Двуреченский явно поддержал бы и поддержит такой проект. Конечно. Я думаю, что надо ему тоже подавить. Подарим. Пожалуйста. С удовольствием. Потому что он может он еще и посоветовать что-нибудь. Я и Платошкину предлагал. Но они сказали, что они строят новый социализм. На мой вопрос, «Новый социализм без Ленина» они сказали «Да». Я просто несколько не владею вопросом, что Николай Николаевич Платошкин, у меня шапочное знакомство с его деятельностью, новый социализм без Ленина. Это я задаю вопрос. Я немножечко владею этим вопросом. Потому что я недавно познакомился с его собственным выступлением по поводу того, что он говорит о том, какова его позиция теоретическая. И это можно найти, если просто обратиться к Википедии. А в Википедии есть ссылка на его выступление. И он в выступлении говорит «Мы не против частной собственности». Я сразу удивился, потому что Маркс и Энгельс, как известно, в Коммунистическом манифесте написали, что все наше учение может быть выражено одной фразой «Уничтожение частной собственности». При этом дальше Маркс и Ленин объясняли, что уничтожение это не уничтожение объектов собственности, это переход к общественной собственности, к тому, что связано сначала с первоначальным развитием общества, а потом со вторым отрицанием. Один раз у нас отрицали общественную собственность, получили рабовладение ��요 leap и капитализмом, и идет в итоге развитие производительных сил, второе отрицание, это есть уничтожение частной собственности. И дальше что, дескать, мы поддерживаем мелкий и средний бизнес. Но это социализм ничего общего не имеет, потому что вот когда строят социализм, его тоже не поддерживают, его просто не закрывают. Потому что пока социалистический сектор в переходный период не в состоянии обеспечить население всем, что надо, чисто социалистическим путем. Это совершенно... Поэтому те, которые думают закрывать, это, так сказать, ну, какие-то дураки коммунистические, которые прикрывают то, что сейчас совершенно необходимо. И вот у нас, когда появилась индустриализация, когда коллективизация прошла, тогда встал вопрос уже о том, чтобы уже обходиться без частной собственности. Но поддерживать частную собственность и этим заниматься, поддерживать надо было социалистическую кооперацию и социалистическую промышленность. По-моему, это как раз-таки вот по той простой причине, что они глубоко изучили. Но это вопросы, к которым люди, вот я думаю, что они не должны вот сейчас послушать нас и поверить. В том числе и меня. Это как раз люди должны этим вопросом подойти, и дойти, имея какие-то основы. Потому что для того, чтобы твердо на чем-то стоять, это недостаточно. Запомните или заучите. Это ничего не стоит, если я буду просто повторять то, что я прочитал. А вот если человек следит за этим и видит, это вот развивается, а это вот один раз где-то высказались и оставили в стороне. То есть он сам должен стоять. Вот мне кажется, очень хороший вопрос поставил Егор Николаевич, что вот вы уверены, что это основное в ленинизме? Этот вопрос каждый должен поставить и для себя. Пусть он возьмет томик. Он читает и убедит. Томик, нет, он пойдет, если он не согласен, пусть возьмет первый том. И по частности сравнится с этим и решит. Нет, это не так. Это не основное. Основное вот это. Так же и второй, так же и третий. То есть мы же не говорим, забудьте про полное собрание сочинений. Мы говорим о том, что вот вам попытка так вам восхождение на гору облегчить. Но это не значит, что вы сами не можете туда забираться и должны слушать каких-то только повыдырей. Вот в роли повыдырей, я думаю, что мы выступать не должны. Вот, вот. И мы когда делаем эту книгу, моего труда там, ну дай бог на 10%. То есть это все коллективный труд и там нету повыдырей. И самое приятное... То есть это в этот случай, если он там не пойдет, чтобы вину переложить на товарища. Да там все взрослые люди, там Дмитрий Ломовский, верстачки. Я не могу представить, что у него есть поводырь. Как-то здоровый мужик. И как бы все люди понимают, ради чего они это делают. Для чего? Да, спорят. Да, были две версии обложки. Да, долго между ними, целый месяц выбирали. Это у вас великий патент, что ли, идет? Да, да. Это своботник? Это воскресник, да? Поэтому... Вот длинный какой своботник. Коммунизм – это жизнь без повыдырей. В этом-то и прелесть. Как раз-таки основная проблема в коммунизме будет у людей ведомых, не у ведущих. Поэтому нам нужно как можно больше людей разбудить, чтобы они перестали быть ведомыми. Ну, последний вопрос, но провокационный. Ну, естественно. Чем, на ваш взгляд, сегодня актуален Ленин? Вот буквально там три позиции. Почему это вообще нужно взять в руки? Ленин сейчас актуален тем, что изучение Ленина позволяет нам вернуть социализм и начать строить полный коммунизм. Никакого другого хода движения истории не может быть. То есть, мимо, рядом с Лениным, перепрыгнув через Ленин, это невозможно. Почему? Потому что нас, так сказать, события исторические, в том числе и буржуазия, она нас отодвинула назад. Настолько назад, что мы должны как бы во многом начинать сначала, но идти быстрее. У меня еще проще. Для чего нужно физику изучать, физику, если он хочет управлять атомной электростанцией? Наше общество – это атомные электростанции, современные. Если в нем что-то сделаешь не так, очень хорошо, жахнет, хуже Чернобыля. По этой причине нужно изучать науку. А марксизм-ленинизм – это самая адекватная наука об обществе. Я не вижу другой версии, другого варианта. Потому что он выведен из еще очень-очень древней греческой диалектики, дальше через Гегеля, через Фейербаха. Вот это все выведено, и вот как дерево выросло, все очень мощное, имеет очень мощное основание, в котором все проверено и подтверждено научно. То, что есть в буржуазной социологии, там иногда бывают очень интересные идеи, но они как-то берутся с потолка, а вот мне так хочется. И так делаются. Так же, как в бизнесе, в маркетинге. И где-то это работает, где-то нет. Но это очень частное, и это очень быстро перестает работать, потому что это именно частная идея, взятая, как бы невыращенная научно. И получается, и даже непонятно, почему она перестает работать. То есть, мы имеем уже такой уровень нашего общественного, технологического и всего остального развития, что не по науке дальше мы не пойдем. Мы можем только разваливаться. Нынешний кризис, который показывает, что вроде бы куча неглупых людей, я не считаю всех этих МВФовцев и прочих глупыми людьми, они люди умные. Но что они творят? Они же не специально разваливают собственную систему, а она разваливается. И это лишнее доказательство того, что нужно обратиться, наконец, к математике, где все доказанное, выучить эту математику и дальше доказывать новые теоремы. Ну, я бы еще добавил к этому, что мы еще иногда повторяем, что мы живем при капитализме. Надо это перестать повторять. Потому что у Ленина однозначно доказано, что мы живем в эпоху перехода капитализма к колонизму. И на сегодняшний день миллиард с половиной, миллиард пятьсот миллионов человек живет в социалистических странах. Причем в КНДР просто социализм есть полный. Полный социализм, но не полный коммунизм. Итого, мы находимся вот в таком мире, который представляет собой две системы. И если вы хотите понять вот ту систему, которая развивается быстрее и без кризисов, и планомерно, скажем, в Китае, выполняет 14-15-летний план, и это самая большая боль у Байдена. Он не хочет даже слушать про то, что там Россия, там какие-то проблемы, Украина, у него вот теперь проблема Китай. Они вышли на первое место. На первое место вышла страна, которая еще только строит социализм. И когда говорят, кризис охватил весь мир, уже нет такого кризиса давно, кризис охватил капиталистическую часть мира. Поэтому это говорит о том, что... Так надо послушать основателя всего этого дела Ленина. Почитать и подумать. Большое спасибо. Вам большое. Основное в ленинизме, том 1, ленинизм и либерализм. Читайте, думайте. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно, Игорь Николаевич. Взаимно. Взаимно. Субтитры подогнал «Симон»